Самая обсуждаемая тема, пожалуй, по всей стране, безусловно, Петербургский международный экономический форум. Он начался еще вчера, но полноценный рабочий день сегодняшний. Мы получаем самую свежую и актуальную информацию от нашей съемочной группы. И корреспондент Александр Шеломцев уже готова выйти с нами на связь. Саш, добрый вечер. Расскажи, что у важного и интересного произошло сегодня. Анна, добрый вечер. В солнечном, но немного ветреном Петербурге идет второй день Петербургского международного экономического форума. И форум, как и обещал, не подвел, он полон событий. Мы приехали на площадку к 8 утра и, видимо, покинем ее с последним отправляющимся отсюда шаттлом. Утро в Нижегородской области... В Нижегородской области пользуется особой популярностью у гостей Петербургского международного... Теперь регион будет сотрудничать с госкорпорацией Роскосмос и Федеральным медико-биологическим агентством. Руководители этих организаций и глава Нижегородской области одними из первых на стенде оставили поздравления Нижнему Новгороду с юбилеем. К ним присоединились и другие гости форума. Сейчас на стенде практически не осталось свободного места. Каждый желает Нижнему Новгороду чего-то, что ему, возможно, не хватает. Вот, например, Дмитрий Рогозин пожелал Нижнему Новгороду быть космическим городом. Также на площадке Нижегородской области, на площадке Нижегородского стенда сегодня подписывали соглашение и корпорации развития Нижегородской области, которая отвечает за инвест-климат в регионе. Завтра у них тоже пройдут встречи с партнерами. Также сегодня на площадке Нижегородской области прошла встреча с руководством Volkswagen Group Rus. Стало известно, что на территории нашего региона будут производить новый внедорожник автогиганта. И стоит отметить, что Нижегородская область будет третьей точкой в мире, где откроется такое производство. Предлагаю послушать, что по этому поводу сказал Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области. Я очень надеюсь, что и дальнейшие инвестиционные проекты будут реализовываться с учетом того кадрового потенциала, логистического потенциала и потенциала сотрудничества, которые уже есть между Volkswagen и группой компаний ГАЗ. На этом день на форуме не заканчивается. Пройдет еще большое количество совещаний. Завтра мы тоже с самого утра будем на площадке форума. Будет подписано несколько соглашений, пока не будем торопиться, забегать вперед. Обо всем об этом мы расскажем завтра. В 19.30 смотрите наш большой сюжет о том, как подходит к концу сегодняшний день форума. Важно отметить, что 4 июня на площадке Петербургского международно-экономического форума появится президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом мы тоже обязательно расскажем. Анна, у нас еще много дел. Передаю слово тебе в студию. Да, Саша, спасибо большое за подробный отчет. Мы будем ждать твоих сюжетов и новых свежих новостей с форума. Ну а пока к другим новостям.